В Одессе задержаны сообщники вора в законе Ровшина Ленкаранского, Джанева, которого застрелили в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Украины. Задержанные входили в преступную группировку, члены которой, в конце весны этого года, вблизи Гагаринского плато в Одессе, расстреляли автомобиль с двумя людьми. Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения, однако остались живы. По версии правоохранителей к вооруженному нападению причастны 30-летний уроженец Республики Дагестан, профессиональный спортсмен боев без правил, и 31-летний, ранее судимый за грабеж Одессит, который длительное время занимался боксом. Оба фигуранта входили в состав местной преступной группировки, которая в прошлом контролировалась Ровшаном Ленкаранским, проведенными, по месту жительства задержанных, обысками и изъятой оружием и боеприпасами. В арсенале злоумышленников было три пистолета, патроны к ним и гладкоствольное охотничье ружье. Все изъятое направлено на экспертизу. Обоим фигурантом объявлено подозрение по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога гражданину Украины – 56 тысяч гривен, гражданину Российской Федерации – чеченцу – 128 тысяч гривен. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются. Однако в полиции опасаются, что определенные судом залоговые суммы крайне незначительны, а потому задержанные их оплатят и выйдут из СИЗа на волю. Среди других участников этой банды – 38-летний уроженец Армении, 29-летний уроженец Грузии, профессиональный спортсмен по тайскому боксу, и 29-летний уроженец Молдовы, профессиональный спортсмен по боям без правил, рассказали в управлении полиции. Равшан Ленкаранский был расстрелян в автомобиле Риндж Равер, 18 августа прошлого года, неизвестными киллерами, когда он проезжал по бульвару Барбароса в Стамбуле. Водитель машины и пассажир получили серьезные ранения. Позже пассажир скончался в больнице. Им оказался 41-летний азербайджанец Равшан Джаниев. В криминальном мире СНГ покойного знали, как Равшана Ленкаранского, одного из самых авторитетных воров в законе после убитого ранее Аслана Усаяна по кличке Дед Хасан. Именно Ленкаранского и подозревали в преступном мире как заказчика убийства последнего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова